В Кабмине новые лица. Премьер-министр подобрал, наконец, кандидатуры на ряд пустовавших позиций. В ГРС, Госэкотехинспекцию, Госархстрой и губернатора Баткена. Как выборы, так новые махинации с избирателями. Закон опять требует доработок, а пока в ЦИКе используют имеющиеся методы, чтобы не допустить вновь прописавшихся. Коронавирус каргастанцев, к счастью, пока не достал. Наш гражданин на Даймонд Принцесс помогает больным, но сам абсолютно здоров. Испугались все. Жители Адбаши побоялись потерять землю, выданную китайскому инвестору. Последний решил не связываться со страной, чье население пошло на угрозы. Эти и другие новости сегодня в эфире. Здравствуйте в студии Айджан Казакбаева. Инвестор пошел в отказную и теперь требует вернуть уже вложенное и оплаченное. К такому решению совместная кыргызско-китайская компания пришла после вчерашнего митинга в Адбаши. Об этом сообщили в СЭС на рын. Договор об аренде 200 гектаров земли на 49 лет предприниматели расторгли. Напомним, накануне сотни местных жителей вышли с протестом против строительства Адбашинского индустриального торгово-логистического центра. Многомиллиардные доходы в бюджет и перспективы трудоустройства не пересилили страх потерять родные земли. В правительстве о закрытии объекта говорить не спешат, а вот эксперты уже заявили об очередном уроне инвестиционному климату республики. Логистического центра в Нарынской области не будет. В кыргызско-китайском предприятии СЭС Адбаши решили расторгнуть соглашение. Теперь инвестору не нужен ни проект, ни те самые 200 гектаров в аренду. Зато они будут требовать от Кабмина возместить 43 миллиона сомов, компенсированные ими за серхоз потери. Бизнес ушел после того, как местные жители пригрозили кардинальными мерами на вчерашнем митинге. Адбашинцы выступили против того, чтобы китайскому инвестору отдавали землю на полвека. А еще они испугались, что объект не несет вред экологии. Вот и предъявили резолюцию Кабмину, главный пункт которого требовал выгнать иностранцев с их индустриальным центром. К сожалению, в Адбашинском районе среди жителей сложилось негативное отношение к проекту, что выражается в прошедших протестных акциях. Мы полагаем, что нельзя работать над долгосрочным крупным проектом в ситуации, когда часть местного населения выступает против строительства логистического центра. И поэтому вынуждены принять решение о закрытии проекта. В Минэкономике пока не комментируют информацию по поводу строительства индустриального торгово-логистического центра в Адбашинском районе. Именно это ведомство с недавних пор курирует проект. Капсулу для строительства индустриального торгово-логистического центра Адбаши в Нарынской области еще в декабре прошлого года закладывал премьер Абулгазиев. Соглашение о создании центра местное Нурстроймонтаж и китайское OneLit OneTrading Limited подписали еще летом. Сметная стоимость проекта составила 280 миллионов долларов. В Сеснорын им выделили 176 гектаров земли в аренду на 49 лет. Некоторые объекты планировали сдать уже в ноябре. Весь центр через 8 лет. Склады, торгово-выставочные и грузовые терминалы, гостиницы, пункты общепита и автозаправочные станции, спортивные и развлекательные зоны, бизнес-центры, производственные предприятия. 15 тысяч рабочих мест. После слов о кардинальных мерах инвестор пошел на попятную. За последние несколько лет было немало инцидентов между местными жителями и инвесторами. Угоняли спецтехнику на месторождение Султон-Сары. Сожгли экскаваторы, автокраны и строящиеся объекты золотоизвлекательной фабрики ОСО «Джи Эл Макмал Девелопин» в Тогустуру. Эксперты считают, что всему виной недоработки местных властей и чиновников профильных ведомств. Если источник власти народ, тогда будьте здоровы, пожалуйста, будьте добры. Просто ты должен считаться с народом, докладывать народу. Народ, вы хозяин, вы ваши слуги. Вот так поступаем, вы принимаете или не принимаете. Вот так должны решить этот вопрос. После срыва проекта чиновникам пришлось покинуть теплые кабинеты. И теперь агентства по продвижению и защите инвестиций отправились к местным жителям. Разъяснять планы инвесторов в их регионе, как там говорят, делают работу местных властей. Приехав обратно в свою страну, они, естественно, об этом объявляют, и что с Кыргызстаном работать не совсем надежно. Поэтому агентство призывает местные органы власти проводить тщательную работу с местным населением, чтобы не возникало таких недопониманий и митингов, которые отпугивают и отрицательно влияют на инвестиционный имидж нашей страны. Больше всего в Кыргызстан инвестируют Китай, на втором месте Канада, после Великобритания, Швейцария и Германия. Специалисты констатируют, вкладывают иностранные компании все больше в промышленность. Сфера отдыха и здравоохранения их интересует меньше. Хотя можно было бы развивать медицинский туризм, например. В Советском Союзе, говорят специалисты, были развиты курорты, которым не было равных. Сейчас сектор разрушен. Кыргызское озморье, качкорота, теплые ключи. Здравницы требуют хороших инвестиций, а их нет. Агентство по продвижению и защите инвестиций стало государственным рекламным агентством. У них полномочий нет, ресурсов нет. И, к сожалению, они сегодня выполняют роль таких устроителей различных мероприятий, составлением списка приглашений этих лиц. Но проработанность, анализ проектов этих секторов, к сожалению, желает оставлять лучшего. Чиновники, ответственные за инвестиции, говорят, что работают не только на развитие горнородной промышленности. Иностранные компании обращают свое внимание на сельское хозяйство, текстиль. За пять лет работы агентство освоило 100 миллионов долларов. В прошлом году на 64 миллиона долларов агентство реализовало 7 проектов. Это почти тысячи рабочих мест. Например, привлекли инвестиции на строительство зиплайна на одной из горнолыжных баз. Анастасия Соболева, Диаса Кимбаев, НТС. В чем причины ухудшения климата бизнес-среды и как остановить отток инвестиций, сегодня обсудил президент Сорумбай Дженбеков и уполномоченный по защите прав, свобод и законных интересов предпринимателей Робин Ордсмит. Глава государства поздравил бизнес-омбудсмена с началом работы этого нового института. По словам президента, на прошедшей встрече с бизнесом в рамках заседания Комитета по развитию промышленности и предпринимательства многие участники рассказали о проблемах, которые им создают фискальные правоохранительные органы. Ведомства не взаимодействуют друг с другом и своими действиями ухудшают бизнес-климат, заключил Сорумбай Дженбеков. Сегодня есть задача сделать госорганы и бизнес партнерами. К ее решению должен подключиться и бизнес-омбудсмен. Робин Ордсмит со сказанным согласился, при этом отметил, что только при поддержке высшего руководства страны возможно добиться результатов в этой работе. А еще выразил благодарность президенту за оказанное доверие, отметив, что уже сам факт назначения на пост бизнес-омбудсмена иностранного гражданина является показателем открытости страны для внешних инвестиций. В ГРС способничество массовому переселению привело к увольнению руководителей некоторых отделов. Ситуацию активно берет под контроль и Генпрокуратура. Одно уголовное дело по подкупу голосов уже есть. Между тем, сам по себе прецедент со срочной пропиской стал поводом снова вносить изменения в выборное законодательство. В ЦИКе говорят, что для того, чтобы проголосовать новоиспеченным горожанам, придется подсуетиться и с обменой паспорта. Готовы ли были к такому раскладу граждане, которые в преддверии выборов с чьей-то помощи решили поменять место жительства? Наверняка нет. Сабина Дамаскина продолжит. Положительные оценки на сессии только в обмен на паспорта. Студенческую переписку из мессенджеров, в которой учащихся Ожских вузов принуждают сдать паспорта, теперь изучает Генеральная прокуратура. Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что у студентов города Ож начали собирать паспорта. Как говорят сами учащиеся, руководство намерено поставить на учет всех приезжих из сел, для того, чтобы после прописать их непосредственно в самом городе. Взамен документов студентам обещали помочь во время сессии, а тех, кто откажется, завалить. Данный факт 8 февраля 2020 года городским управлением внутренних дел города Ожи зарегистрировано ЕРПП. По признакам преступления предусмотрено статьи 39 и 192 Уголовного кодекса Кыргызской республики и начато досудебное производство по уголовному делу. Вся эта суматоха с массовой пропиской связана с выборами в местной Кенеши, которые пройдут уже 12 апреля. Избиратели будут выбирать депутатов во многие сельские советы почти всех областей страны и пяти городов – Токмок, Балыкчи, Каракол, Майлусу и Ож. Однако за два месяца до голосования Центр избирком и Госрегистр зафиксировали наплыв жителей в указанные города. Люди массово встают на учет по новому адресу. Только в Аше за месяц зарегистрировались более 33 тысяч новых совершеннолетних жителей. Это примерно столько же, сколько обычно проходят регистрацию в течение года. В Караколе меньше полторы тысячи, а в Токмоке около шести тысяч человек. Ситуация в городах Токмок, Ож и Каракол требует соответствующего анализа. В связи с чем со стороны службы назначено служебное расследование на предмет изучения возможных нарушений при регистрации граждан. Руководители отделов фаспортизации и регистрации населения городов Токмок, Ож и Каракол с 18 февраля 2020 года до завершения служебного расследования временно отстранены от должностей. ГРС подтверждает информацию о регистрации по одному адресу большого количества граждан. В городах Ож, Каракол и Токмок выявлены жилые помещения, в которых были зарегистрированы значительное количество граждан. Отметим, что по законодательству ограничений по предельному количеству регистрируемых на одну единицу жилого помещения не имеется. В службе совместно с Министерством юстиции и ГАМСУМО при правительстве Киргизской республики рекомендовано провести работу по установлению нормативов по количеству граждан, прописываемых в одном жилом помещении. Это временное переселение не нарушает закон. Граждане имеют право на свободу перемещения. Впрочем, замысел этой миграции связан с привлечением партиями на места себе избирателей в преддверии голосования. И помешать ему могло бы выборное законодательство. Однако после ряда внесенных поправок оно опять не учло всех возможных фальсификаций. По мнению члена ЦИК Бульнары Джураваевой, нужно законодательно запретить участие в выборах тем, кто получил прописку как минимум за полгода. Необходимо в списке избирателей, членами местного сообщества, имеющих право голосовать и выбирать местную власть, депутатов местного киниша, это те, кто хотя бы за 6 месяцев до объявления даты выборов уже находился в списках избирателей. А не так, что кто-то пришел, есть основания предполагать, что это делается не безвозмездно. Более того, вот такие экстренные прописки, они предполагают все равно действия, согласованные действия многих участников. В ЦИКе уже предупредили, что проголосовать не получится у тех избирателей, в чем паспорте не указана прописка. Обойтись регистрации в домовой книге и системе ГРЭС будет недостаточно. Для того, чтобы получить бюллетень обладателем ID-карт старого образца, необходимо успеть обменять их, чтобы в документе значился новый адрес. Информация о месте прописки должна дублироваться, быть в базе данных ГРЭС и в самом паспорте. Тем, у кого ID нового биометрического образца, данные о новой прописке должны быть вшиты в чип. Если же у него паспорт, отметка на совсем другое место прописан, и если он попал в список избирателей, то он не имеет права выголосовать. Поэтому нужно, если прописаться, то нужно поменять ID-карт. Либо, если ID-карта у него образца 2017 года, то в электронном чипе тоже должна быть сделана отметка о передвижении данного гражданина. Между тем, предварительные списки избирателей на выборы в местные Кенеши уже готовы. В них включены более 340 тысяч человек. Это всего около 10% от общего числа населения страны. Уже в предстоящую субботу они будут вывешены в избирательных комиссиях на местах. И до 28 марта у граждан будет время проверить, есть ли там их фамилия. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС. Правительство за один день закрыло практически все вакансии. Сегодня указами премьер-министра были назначены новые главы ГРС, Госэкотехинспекции, Госстроя и Полпред в Баткенской области. Большинство назначенцев – люди, знакомые с работой. Почти все новые руководители получили повышение, так как когда-то работали заместителями либо в этих, либо в подведомственных организациях. Кто получил новые места в правительстве? В нашем следующем сюжете. Практически все пустующие кресла заполнились за один день. Сегодня премьер-министр массово назначил на вакантные должности новых чиновников. Так губернатором Баткенской области вместо назначенного вице-премьером Акрамом Адумарова стал бывший депутат Жгуркукинеша Алишер Абдрахманов. К слову, с регионом новый Полпред знаком. В разные годы он уже работал в Баткенской области. По данным различных источников, Алишер Абдрахманов в прошлом неоднократно занимал руководящие должности в Баткенской области. Из наиболее заметных, например, пост начальника областного ГАИ. Это кресло Абдрахманов занимал в 2001 и 2002 годах. Позже, проработав на разных должностях, он снова вернулся на этот пост и занимал его уже в 2012 и 2013. Но наиболее заметная должность – пост первого заместителя губернатора Баткенской области. На этом посту он проработал с 2016 по 2018 годы. Еще одно скандальное место, которое освободилось не так давно – пост главы ГРС. Кресло руководителя в нем занял 34-летний Акын Мамбеталиев. Известно о нем немного. Лишь то, что раньше он работал заместителем директора госпредприятия Инфоком. Госорган Мамбеталиев, к слову, принимает не в лучшем виде. Работа бывшего руководителя этого ведомства, Алмаза Мамбетова, была подвергнута серьезной критике. Бесконечные жалобы на очереди и хаос в центрах обслуживания населения, затягивание с выдачей электронных биометрических загранпаспортов, но в большей степени претензии касались работы подведомственного госучреждения УНА, в котором, по данным экспертов Совбеза, процветала коррупция. У нас никогда не превышало количество неисполненных и частично исполненных мероприятий более 40%. Всегда было, что 60, 65, 70% мероприятий детализированного плана были всегда в качестве как исполненные полностью. Частично и неисполненные всегда это было до 30%. Но сегодня мы видим, что более половины мероприятий по ГПУНа у нас являются неисполненными. И я относительно могу сказать, что Наталья Валерьевна в своем докладе отметила, что руководство ГПУНа в течение последних полугода больше внимания обращало на то, чтобы заниматься своими кадровыми вопросами и не носило ни одной инициативы в части изменения проектов или изменения действующего нормативно-правовой базы, которая бы позволяла улучшить деятельность ГПУНа. С новым руководителем сегодня познакомили и работников Госархстроя. На этот пост назначен Урмат Кокочаров. В прошлом он занимал кресло директора Департамента жилищно-гражданского строительства. Урмату Кокочарову – 48. Родом он из села Супу-Кургон Алайского района Оржской области. В 95-м он окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт, инженерно-строительный факультет. На новом месте он сменил уволенного на прошлой неделе Бактебека Абдиева. Напомню, работу чиновника подверг жесткой критике президент, после чего Абдиев подал заявление об увольнении. Сколько ты уже работаешь главой ГОС-строя? С 2017 года из-за такого положения дел в рейтинге «Доинг-бизнес» Кыргызстан за последние 4 года упал с 20 на 90 место. 50 разрешений, 100 подписей нужно собрать на строительство. Это сколько очередей нужно отстоять? Это называется набивание кармана. А нужно работать на результат. Если не можешь работать, уходи. Новый руководитель сегодня появился и в ГОС-экотехинспекции. Им стал Мерзабек Джапаркулов. Известно, что в 2015 году он был руководителем аппарата полномоченного представительства правительства в Таласской области. До декабря 2015 года занимал должность замдиректора ГОС-экотехинспекции по техническому блоку. Также Джапаркулов работал директором регионального представительства Мегаком в Аше. Напомню, место руководителя ГОС-экотехинспекции пустовало почти 3 недели. После того, как был уволен бывший руководитель ведомства Джок Душбек Джунушев. Он был также, как и бывший глава ГОС-строя, подвергнут жесткой критике президентам. Уволен чиновник был по рекомендации Совбеза. В систематическом вымогательстве взятки от предпринимателей принимали участие практически все управления данной госинспекции. Задержанные по подозрению в совершении преступления работали вместе с руководством Экотехинспекции в одном здании на одном этаже. Руководитель ведомства только через месяц после задержания своих сотрудников принимает решение об увольнении этих сотрудников, а также своего заместителя, который руководил их действиями. Чего же он ждал? Почему не принял срочных мер? Именно из-за таких безответственных руководителей сводятся на нет все ваши усилия по предупреждению и искоренению коррупции. Событие, связанное с Экотехинспекцией, это только то, что стало известно всем. А сколько еще коррупционеров, которые еще не привлечены к ответственности? Не исключено, что в скором времени сменятся и руководители других ведомств. Например, накануне о своей готовности уйти в отставку уже заявил министр транспорта и дорог. Своё решение он объяснил моральной ответственностью за подчиненных. Напомню, в начале февраля был задержан его заместитель при передаче взятки в размере 10 тысяч долларов сотруднику ГКНБ. Конечно, это такой урон нанесен министерству транспорта. Есть моя ответственность моральная в этом деле. Я зашел сразу к премьер-министру, сказал свою позицию о готовности уйти с работы. Даже взял с собой заявление. Ну, я думаю, что премьер-министр все... На сегодняшний день в правительстве остаются вакантными несколько кресел. Уже долгое время нет руководителя в государственной кадровой службе. До сих пор не назначены статс-секретари в трех ведомствах. В Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуре и спорту, в Государственном агентстве по земельным ресурсам и в Государственном агентстве водных ресурсов. Кроме того, после претензий к руководству госучреждения УНА был уволен Алымжан Козубаев. Ему замену пока не нашли. Игорь Потанин, Сардар Ашербаев, НТС. Дипломаты опровергли, что каргастанец, находящийся на круизном лайнере «Даймонд», принцесс заразился коронавирусом. Болен его сосед по каюте. В МИДе сообщили, что за состоянием мужчины следит наше посольство в Японии. Ну а те, в свою очередь, еще 6 февраля держат с каргастанцем тесную связь. Мужчины, по его собственным словам, чувствуют себя хорошо. Он уже несколько лет работает в компании, которая организовывает морские круизы. Несмотря на то, что мог сойти с корабля, решил остаться. В данное время он вместе с коллегами помогает больным и ухаживает за ними. Ранее отметим, портал World of Cruising сообщил информацию о вновь инфицированных 67 пассажирах корабля. В списке заразившихся больше всего японцев – 27. 17 заболевших филиппинцев, по 5 граждан Австралии, США и Канады. Также в числе новой группы заболевших – жители Германии, Тайваня и Индии. Там же говорилось и про гражданина Кыргызстана. Всего на судне, которое с начала февраля стоит на карантине в порту японского города Якогама, 3700 пассажиров. У более 450 выявлен коронавирус. Строгий режим на лайнере не позволяет людям выходить из кают. Их выпускают только на один час и только в определенную зону корабля. Общаться друг с другом пассажирам разрешается на расстоянии не ближе 60 сантиметров друг от друга. Накануне сообщалось, что власти Японии планируют позволить неболеющим сойти с корабля уже завтра в 7 утра. Ну а все опасения вокруг пациентки 4-го родильного дома столицы оказались беспочвенными. Будущая мама, наша студентка, прибывшая из китайского города Шиньянь, в полной изоляции от других роженец и находится в безопасности. Тревожные заявления депутатов по поводу ее госпитализации в перинатальный центр без карантина только спровоцировали панику. На деле обсервацию она проходит как раз в роддоме в специальной боксированной палате. В Кыргызстане не выявлено ни одного инфицированного коронавируса. Бушующим в Китае, заверяют Минздрав. В данное время девушка, прилетевшая из Китая 16 января, находится в этом самом изоляторе. Пока что ее анализы отрицательные. Но врачи уверяют, если будут пациенты с подозрением на коронавирус, то врачи будут с ними контактировать только при полном обмундировании. Есть специальные резиновые сапоги, одноразовые перчатки, халаты и маски, которые в последующем утилизируют. Кыргызстанка находится за этими дверями в специальной боксированной палате. Ей 24 года. Девушка в положении. Срок 28 недель. Студентка одного из университетов КНР добиралась в Бишкек целых два дня. Вылетела из города Шиньян в Урумчи, после добралась до Пекина. Оттуда с пересадкой через Москву, наконец попала домой. Где сошла с борта в аэропорту Манас. Ее супруг гражданин Кыргызстана, и он тоже учится в Китае. После проведения всех необходимых процедур, согласно утвержденному, в связи со вспышкой коронавируса, алгоритму действий, она была отправлена для временной обсервации в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Ни специальной тест-системы, ни другие анализы не обнаружили у нее симптомов, бушующие в Китае заразы. Однако жалобы у пациентки все-таки были на боли в животе. Врачи понимают, есть угроза преждевременных родов. Оно и понятно. Двое суток перелетов на седьмом месяце с бесконечными проверками и ограничениями. Медики принимают решение перевести пациентку в городской перинатальный центр. Она к нам переправлена, учитывая угрозы преждевременных родов, она к нам переправлена в сопровождении машины скорой экстренной медицинской помощи. Женщина при поступлении все стандарты, алгоритмы соблюдены. Она к нам госпитализована через отдельный вход в изолятор. Она находится отдельно. Все меры профилактики, чтобы другим женщинам и сотрудникам заражения не было, все меры соблюдены. Накануне в парламенте говорилось, сам министр здравоохранения Космосфекчел Пумбаев распорядился госпитализировать прибывшую в роддом. Полный руженицы и новорожденных малышей. Никакого карантина в две положенные недели под строгой обсервацией не было. Я еще раз повторяю, что на данный момент принят определенный алгоритм действий для медиков во всех больницах. И пунктах прибытия граждан из Китая, наземных или же воздушных, министр лично не давал никаких подобных поручений по поводу какого-то пациента в отдельности. Выезжали ли за границу? Сейчас этот вопрос врачи задают первым. Любому пациенту с повышенной температурой, слабостью, кашлем. Если человек недавно ездил в Китай, это уже тревожный признак для врачей. За весь период вспышки коронавируса в КНР карантинные мероприятия приняли в отношении 929 граждан, приехавших из соседней республики в Кыргызстан. В данное время под обсервацией находится 151 человек. Ситуация с коронавирусом в Кыргызстане стабильная. Зараженных нет. Всех прилетевших из Китая берем на обсервацию. Берем анализы. Для этого вы знаете, что есть специальные реагенты, доставленные из России. И только после тщательного обследования, если нет признаков заражения, отпускаем домой. Большая часть прибывших из Китая наших граждан – это студенты. Пять дней назад приехала одна из самых многочисленных групп учащихся. Их доставили на специальном автобусе из Алматы, куда они пролетели рейсами с Пекина. Это 40 человек. При пересечении КПП Ахджол они прошли проверку посредством тепловизоров. Отели их поместили во временные пункты обсервации для прохождения карантина. Еще одна категория лиц, которые проходят такое тщательное обследование – это граждане Китая. Значительное их количество работает в свободной экономической зоне – 186 человек. Несколько дней назад появилась информация, что у одного из сотрудников, вернувшегося после визита в Китай на время празднования Нового года, были выявлены симптомы коронавируса. Однако эти данные не подтвердились. СЭС сообщили, что 135 китайцев действительно выезжали в Китай. Однако у всех вернувшихся результаты обследований показали отрицательный результат. Кубат Хуан Шпекулу, Роман Мамиталиев, НТС. Ну а в самом Ухане скончался главный врач госпиталя Учан Лю Джимин. Эта информация подтвердилась. Ее распространили центральные СМИ Китая. Доктору был 51 год. Он стал первым руководителем медицинского учреждения в Китае, который скончался от новой болезни. До него умер врач Ливин Лянь, который первым еще в конце декабря прошлого года заявил о появлении и распространении вируса в Китае. Сначала он предполагал, что вернулась атипичная пневмония. Однако чуть позже понял, что это совершенно новая инфекция. Ливин Ляню было 34 года. Владельцы торгового центра ВЕФА сегодня обратились к президенту страны с просьбой защитить их бизнес. По их словам, вот уже второй год представители турецкой стороны пытаются оспорить факт продажи этого торгового центра кыргызстанским предпринимателям. На том основании, что бывшие учредители ВЕФА обвинены в причастности к попытке госпереворота в Турции, а их имущество было конфисковано в пользу турецкого государства. После того, как суды двух инстанций Бишкека подтвердили законность прав наших предпринимателей, на торговый центр дело снова будет рассматривать суд. Теперь Верховный. Руководители Осуару Джилдыс, собственники торгового центра ВЕФА сегодня выступили с обращением к президенту страны с просьбой защитить их бизнес. По их словам, уже более двух лет турецкая сторона пытается оспорить сделку по передаче права собственности на бизнес-центр ВЕФА Осуару Джилдыс на том основании, что полгода спустя учредители компании бывшего владельца бизнес-центра ВЕФА в Бишкеке оказались в числе подозреваемых в причастности к попытке госпереворота в Турции, а их имущество было конфисковано в пользу государства. Учредителями компании владельцев ВЕФА-центра было 9 человек. Нам продали 50% доли в уставном капитале Осуару Джилдыс. Мы все сделали по закону, заплатили деньги и купили. Потом в Турции произошли известные события, и все эти 9 человек покинули страну. Откуда мы могли знать, что последуют такие события? А сейчас турецкая компания Узгюн Иншат пытается вернуть ВЕФА обратно. Такой же иск они направили и в Таджикистан, где была построена такая же ВЕФА. Но таджикские судьи отказали им в этом, потому что по закону истекли сроки давности для рассмотрения этого дела. Изучив материалы дела, и первая, и вторая инстанции подтвердили законность, проведенной в 2016 году сделки. Однако в декабре 2018-го Верховный суд аннулировал их решение и отправил дело на пересмотр. Сомнению были подвергнуты полномочия доверенного лица отчуждать имущество компании в Бишкеке. В мотивировочной части постановления Верховного суда было указано, что фраза «управлять и распоряжаться имуществом» взята из русского перевода турецкой доверенности некорректно, поскольку из автоматического перевода текста слово «распоряжаться» в полномочиях не упоминается, а переводится как «управлять». Что такое автоматический перевод? Это перевод в Google. Правильно? Google переводчик translation. Но если у нас каждый пятый сейчас будет переводить Google Translate, то тогда, извините, зачем нам профессия переводчик? Была независимая переводческая экспертиза сделана, и экспертиза подтвердила, что слово «распоряжаться» движимым и недвижимым имуществом турецкой доверенности есть. В суде первой инстанции, в межрайонном суде, сторона ИСА уже на первом же процессе подтвердила, что да, действительно, слово «распоряжаться» нет. Повторное рассмотрение дела дали тот же результат. И первая, и вторая инстанции снова выступили в пользу ответчика. Нами были сделаны все законные действия по приобретению данных долей. Поэтому мы не можем понять, почему добросовестные приобретатели должны страдать из-за данной ситуации. В защиту владельцев ВЕФа сегодня пришли выступить и другие частные предприниматели. Напомним, бизнес-центр был построен компанией «Осгун-Иншат» в 2006 году. После попытки госпереворота эта компания была национализирована турецким государством. На этом основании, как говорят предприниматели, турецкие власти, возможно, и пытаются вернуть принадлежавшую им недвижимость за рубежом, в том числе торговый центр ВЕФа. Загвоздка в том, что бизнес-центр был передан на основании соглашения о формировании уставного капитала в местную компанию «Аруджилдыс», где граждане Кыргызстана добросовестно приобрели долю в уставном капитале. Боты Сауджин Арбекду, Дурбекулу, НТС. Маршрутки и автобусы теперь не будут толкаться на остановках. Они поделят их между собой. С такой инициативой выступила мэрия. Там решили разделить остановочные пункты на зоны. Сигналом, где можно высадить и забрать пассажиров, будет служить цвет. Зеленая часть для троллейбусов и автобусов – желтая для маршруток. Водители скептически восприняли эту задумку. А вот горожане не против. Как и проект по преобразованию торговых точек в единый архитектурный стиль. Облезлые ларьки не должны портить вид столицы, говорят инициаторы. Отыскать свою маршрутку или автобус в пределах всего одной установки порой бывает невозможно. Маршрутки выстраиваются плотной стеной в ожидании пассажиров, тем самым не давая подъехать ни троллейбусам, ни автобусам. За две или три минуты такой стоянки за общественным транспортом выстраиваются десятки автомобилей, которые в свою очередь не могут объехать этот автомобильный коллапс. К вечеру ситуация особенно усугубляется. И так каждый день. Теперь, чтобы снизить заторы и установить порядок на остановках, мэрия предлагает разграничить их. К примеру, если длина этой остановки составляет около 30 метров, то 20 метров планируется закрасить зеленым цветом. На этом участке могут останавливаться только автобусы. Остальные 10 метров планируют закрасить желтым цветом. Там могут останавливаться только маршрутные такси. В столице около полторы тысячи остановок. Делить их по количеству между автобусами и маршрутками не будут. Просто разделят на две части и выкрасят в определенный цвет. Опрос на улице показал, что большинство горожан поддерживают инициативу мэрии. Они считают, что разграничить остановки для общественного транспорта – отличная идея. И надеются на то, что это поможет уменьшить заторы на столичных дорогах. Конечно, это хорошо. Но оно соблюдается правило или нет, я не знаю. Маршрутки не дают общественным транспортом, вообще проходы не дают. Сегрегировать отдельно общественный транспорт, отдельно маршрутные такси – я думаю, это разумная вообще идея. И так сейчас все по остановке маршрутки тоже останавливаются, потому что везде уже камера ставлена. Я, например, думаю, это нормально будет, порядок будет. А вот некоторые водители маршрутных такси против этих нововведений. По их словам, это будет трудно реализовать на практике. В итоге эти правила будут нарушаться. Сами перевозчики говорят, что это спровоцирует гонку. И как следствие нервозность у водителей, которые должны будут постоянно разглядывать, где же грань, которую нельзя пересечь. Да это вообще никому неудобно будет, ни пассажирам, ни водителям. Как можно поделить это к остановке? Люди же ждут, вот просто им куда-то в какое-то место надо ехать. Они же неопределенные, какой-то транспорт ждут. Кто первый приехал, они туда сели-то поехали. По-моему, что-то неудобно будет, если разлить остановку, там не поместится. Дорога у нас совсем узкая. Вот мое мнение. Если они хотят так поделить остановки и оставить маршруткам по 10 метров, то тогда пускай увеличивают количество автобусов на 3 или 5 сотен. Когда автобусы ходят один раз в час, то какой смысл отдавать им большую часть остановки? Начать покраску остановок планируется к концу марта. А еще в мэрии подумывают удлинить остановочную зону, так чтобы и для маршруток предполагалось 20 метров для остановки. А вот на вопрос, будут ли водители нести ответственность за несоблюдение правил разграничения, ведомствия ответить не смогли. Дескать, они не карательные органы. Рассматривать этот вопрос должна патрульная милиция. Вы знаете, это будет решать наши ГАИ. Но это мы не карательные органы, мы исполнители, мы сделаем. А потом уже, если нарушить правила дорожного движения, есть ГАИ для этого. Модернизация коснется и торговых павильонов. Киоски в столице хотят сделать в одном стиле. Дизайнеры разработали несколько вариантов эскизов для фасада торговых точек и предложили их предпринимателям. Пока на такую авантюру согласились владельцы павильонов, расположенных на пересечении улиц Московская и Усенбаева. Как только потеплеет, бизнесмены начнут обновлять фасад. Даже для вывесок и баннеров определят один формат. У нас есть отдел объектов облегченного типа, где специалисты ведут работу непосредственно с заявителями, где они выехали в конкретно определенные местности и уже ведут работы с арендаторами по поводу того, что в последующем они готовы изменить облик этих павильонов. Это пока будет по обоюдному согласию, но приветствуется, конечно, на обновление. Потому что я считаю, что городзане тоже пойдут на встречу, поскольку они живут в городе и все-таки столица, она должна соответствовать столице. В муниципалитете говорят, что город давно пора привести в порядок с эстетической точки зрения. Поэтому архитектурные преобразования вскоре могут коснуться и других объектов города. Разрабатываемый в данное время дизайн-код столицы определит стиль улиц и фасадов зданий. Это были главные новости на сегодня. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова